Битва за Кавказ Уже 23 августа враг бросил все силы на Моздок. Штурмуя город, нацистские войска несли большие потери. Свои задачи по борьбе с врагом выполняла и 4-я воздушная армия, командовал которой генерал Константин Андреевич Вершинин. Перед нами его зимняя униформа – шлем, комбинезон, очки. В августе 1942 года спасение Северокавказского фронта зависело от армии Вершинина. Советская авиация отслеживала передвижение врага и сбрасывала бомбы на немцев. Вершинин лично проводил конференции с пилотами по обмену опытом. В боях на Кубанском плацдарме и особенно во время боев за станицу Крымская советские летчики проявили образцы героизма, мужества и отваги. 52 летчикам было присвоено звание Героя Советского Союза. Командир эскадрильи 16-го гвардейского истребительного авиаполка капитан Александр Покрышкин стал дважды Героем Советского Союза. Говоря о нашей авиации, стоит упомянуть женские авиационные полки. 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк был известен тем, что все его бойцы были женщины. В витрине навигационная счетная линейка, принадлежавшая Руфине Гашевой, штурмной эскадрильи 46-го авиаполка. Этот навигационный инструмент позволял вычислять параметры полета с помощью сложения и вычитания отрезков разных шкал. Мог решать такие навигационные задачи, как расчет времени, скорости, расстояние, температуры, перевод из километров в час в метр секунды и многие другие. В небе над Новороссийском взмыл бомбардировщик Руфины Гашевой. Под крылом самолета были изготовлены два контейнера с горючей смесью. Руфина сбросила на немцев один из ящиков, но под другим крылом механизм заклинило. Тогда отважная женщина на скорости 120 км в час под артообстрелами вылезла из кабины и по крылу доползла до заклинившего контейнера. Руфина смогла вскрыть несколько креплений, но отцепить контейнер так и не удалось. На подлете к аэродрому пилот Ольга Санфирова подала сигнал, чтобы в зоне посадки не оказалось людей. Женщина смогла совершить мягкую посадку, и чудо свершилось – контейнер не рванул. В битве за Кавказ 46-й авиаполк совершил почти 3000 вылетов. Каждую ночь женщины на самолетах по два наводили ужас на врагов. Немцы дали им прозвище «Ночные ведьмы». За годы войны 23-м военнослужащим полка было присвоено звание Героя Советского Союза. В предгорьях Кавказа действовал 49-й немецкий горно-стрелковый корпус, укомплектованный тирольцами, прирожденными альпинистами, горными проводниками и охотниками. Целью фашистов был захват при Эльбрусе и перевалов с тем, чтобы открыть дорогу на юг к Черноморскому побережью. Эта операция называлась «Эдельвейс». Авангардный отряд получил приказ захватить перевалы, ведущие в район Эльбруса, и водрузить флаги Рейха на вершину горы. Бойцы вермахта захватили приют 11-ти, гостиницу для альпинистов, после чего вышли на штурм Эльбруса. Один из участников похода вспоминал, «Наконец, ставим флаг Рейха и штандарт дивизии. На спуске погибли два человека». Немецкая пропаганда ликовала. На крыше Европы, вершине Эльбруса, развивается флаг Рейха. Это символ покорения всей Европы. 1 января 1943 года началось советское контрнаступление. В феврале два отряда под руководством Гусева и Гусака отправились выдружать Красное Знамя над Эльбрусом в тяжелых зимних условиях. 17 февраля 1943 года немецкий флаг над Эльбрусом был снят и установлен советский. В ходе контрнаступления Красная Армия освободила важнейшие территории Советского Союза и взяла под контроль нефтяные промыслы Майкопа, а также важнейшие сельскохозяйственные районы страны. Победа состоялась благодаря тесному взаимодействию сухопутных войск с авиацией, флотом и партизанами. Медалью за оборону Кавказа были награждены около 870 тысяч человек. Как те, кто ходил в атаку, так и те, кто строил оборонительные рубежи, в том числе и на горных перевалах, на высоте.